И да, чуть не забыл, может быть кому-то интересно будет, может быть кому-то можете передать информацию или сами заинтересуетесь. Требуются люди на работу в Даллас, на апплайенсы, ремонт бытовой техники. Всю информацию можете получить, написав в комментарии на канале Дневник Реднека, зовут Андрей. Можете задать вопрос, найти канал Дневник Реднека и задать ему вопрос. Ну все. И также еще могу сказать, что требуются люди на кабель. Нью-Йорк, Даллас, разные места. Кому интересно, не тебе, так другу твоему. Опять же, пусть напишут в комментариях, либо я увижу, либо в инстаграме, в личку. Можете писать, что интересна работа на кабель. Чем сможем, тем поможем. Дальше, пусть напишут в комментариях, либо в инстаграме, либо в инстаграме, либо в инстаграме. Это так называемые общаги студентов. Соответственно, все в комнатах. Видишь, какие узенькие коридоры. Приехала, и мне все не надо. Так бывает. Студенты заказывают. Подключение. В итоге сами подключают. Закрываешь работу, получаешь бабки. В лифтах, видишь, вешают такую штуку, защитную. И когда мебель перевозят, или еще, чтобы не царапали лифт. Во многих лифтах висит эта фигня. Особенно в домах, которые только открылись. Такая общага. Выходим на улицу. Это сейчас я, походу, буду... Дай бог, целый день работать в студенческих районах. Это студенческий район, близко к доунтауну. Все здесь комнаты, хаты, все под студентами. Все снимают. Всем привет. Такие дела, короче, со студентами так случаются. То есть, они перед тем, как заселиться в хату, звонят, заказывают подключение. Уже, допустим, имея оборудование, там, или как, я не знаю. Чтобы техник пришел, подключил. В итоге они заезжают в дом, там, в апарт, и, я не знаю, там, в комнату. Включают в розетку, оно все работает, и все. И ты приходишь, еще до того, как пришел, пробиваешь систему, уже все у тебя в зеленке, все подключено. Либо звонишь им, спрашиваешь, что у вас там, все нормально, они говорят, да, все нормально. Либо вот пришел, все нормально, было ехать 3 минуты, да, все нормально. Ну все, сейчас закрываешь работу, получаешь свои 45 баксов. Студенты молодцы. Дай бог им здоровья. Вот в этом домике работаем. Модем бакса. Смотри, какой студенческий аппаратикус. Да. И совсем не обязательно, что это черные. А вон береза. Блин, опять сейчас придется поплакать. Все, пошел плакать. А вон еще одна. Блин, тут не нарадаешься. В доме в этом с радужным флагом было две девчонки, но я подозреваю, что там их больше. Студентки только приехали. Смотрю, там у них вся эта студенческая байда. Аксессуары всякие. И хочу еще сказать, что у нас в России воспринимается радужный флаг, как лесбиянки, там, геи, там, и все остальное. Я могу сказать, что, ну, здесь, в Миннеаполисе, да, по моим ощущениям, опять же, я могу ошибаться, но находясь здесь и то, что я вижу, по моим ощущениям, это уже символ не только сексуальной ориентации, той или иной. Это, ну, вы знаете, символы, они вообще имеют свойство перерождаться и на них имеют свойство налипать еще какие-то смыслы. То есть, это здесь, как бы, мне кажется, этот символ уже перерождается во что-то большее. То есть, просто свободу выбора каждого. Не важно, там, не только имеется в виду сексуально, в сексуальном плане. А вообще, в общем, то, что просто все люди разные и надо относиться к этому терпимо. И все. Не только про то, кто в какую дырку шпилится, понял, да? Ну, опять же, это по моим ощущениям. Может, я не прав. Я не думаю, что там эти девчонки, которые живут, я не знаю, может быть, конечно, они там не только студентки, не только вместе живут как студенты, я не знаю. Ну, вообще, по большому счету, меня это вообще никак не интересует, не касается. Почему-то. Задай себе вопрос, а почему тебя это так интересует? Кто, как занимается сексом? Мне кажется, знаешь, то, что, когда люди относятся нетерпимо, например, к гомосексуалистам, да, там, к педикам, если они относятся нетерпимо, прямо вот там, прямо их ненавидят, блин, знаешь, там. Не относятся просто ровно, как бы, ну, твое дело, что хочешь, то и делай. А именно относятся с какой-то нетерпимостью и ненавистью. Мне кажется, что за этим должна стоять какая-то личная история. То есть, почему ты так их ненавидишь? Ну, то есть, у тебя были какие-то проблемы с ними, то есть, видимо, может быть, в раннем детстве или в юности ты подвергся чему-то там, что до такой степени тебя это злит и все такое. Почему-то не относишься к этому ровно. Поэтому, когда люди начинают чрезмерно брызгать слюной, мне кажется, что за этим должна стоять какая-то личная история. На втором этаже розетка, мексиканцы. Все валяется по земле. У них подключен DirecTV, это, то есть, тарелка на крыше. Здесь есть уже Комкест. Сейчас ищем, где чего и подключаем на Комкест. Здесь я вижу DirecTV сплиттер. Здесь был воткнут еще один кабель. То есть, один ушел в другую сторону, один здесь. Я там наверху кинул сигнал. Видишь, черный. Нашел сходу кабель. Теперь открываем коробку Xfinity. И сюда наш кабель. Либо еще один сплиттер сюда вставляем на 4, не на 3. Сейчас на 3 вставляем на 4. И докидываем наш кабель. Либо выясняем, может, какой-то кабель не подключен, не используется. Тогда втыкаем сюда свой один. Все, вот такую конструкцию соорудили. Поменяли фитинг. Вот это наш кабель. То есть, DirecTV фитинг я отрезал. Этот сплиттер снял. Поставил на 4. По сплиттерам просто объясню, что сплиттера имеют разные значения. И каждый сплиттер тебе понижает сигнал. Грубо говоря, ухудшает его. То есть, тебе надо проводить некоторую математику. То есть, например, тот сплиттер, который я сейчас поставил на 4 порта, он забирает каждый порт минус 7. Сплиттера на 2 порта забирают каждый порт минус 3,5. Но есть еще сплиттера на 2. Здесь их, например, в Миннесоте не дают. Но нам их давали на Коксе в Аризоне. То есть, один порт у тебя идет минус 6. Иногда там даже минус 12. А второй порт вообще ничего не забирает. Нулевой. И обычно вот этот нулевой порт использовать хорошо для того, чтобы там еще дальше поставить сплиттер. Например, для одной бакса и модема. Поставишь там двойной сплиттер, и у тебя заберет по 3,5 еще там. А на этот канал, где забирают как бы много, ставишь какую-нибудь одну баксу. Но опять же, надо высчитывать математически. В том плане, сколько у тебя приходит. Плюс поставишь сплиттер, у тебя заберет сигнал. Плюс длина кабеля тоже забирает сигнал. И плюс еще надо рассчитывать, потому что каждый сплиттер, помимо того, что он забирает у тебя сигнал, он еще повышает апстрим, короче. То есть он понижает у тебя, грубо говоря, даунстрим и повышает апстрим. То есть есть определенные тоже показатели. На Камкесте, да, и на Спектруме, везде вообще, мы работаем в диапазоне минус 10, плюс 10. Вот у тебя сигнал должен быть на каждом твоем эквипменте, на каждом, должен быть в этом диапазоне. От плюс 10 до минус 10 в этом диапазоне. Если выше или ниже, то будут глюки, неправильная работа оборудования. То есть вот это все надо высчитывать. Если у тебя вообще там плачевная ситуация, бывает такое, что с главной линии приходит уже там гиблый сигнал, или сигнал нормальный, но у тебя куча оборудования, то в этом случае используются амплифайры. Амплифайр это такая штука, сейчас покажу. Вот я где-то снял, сейчас их здесь нам не дают. Амплифайр в данном случае на 4 порта, бывают они на 8. Видишь, здесь не сделаны. Смысл амплифайра в том, что если у тебя приходит сигнал, допустим, там плюс 15, он плюс 15 и остается на каждом выходе. То есть амплифайр не забирает, не понижает сигнал на каждом порту, на каждый порт, на каждый твой кабель. Но его надо запитывать на электричество. Также есть функция, видишь, здесь выход первый. Не дает, а вот. Выход первый, и там вот есть еще пауэр. То есть, если у тебя розетка рядом с амплифайром, то ты используешь вот этот порт для подачи электричества на него. Как это по-русски, блин? Короче, сюда. Но если у тебя, как правило, розетка не рядом, то ты используешь вот этот вот порт номер один на какой-нибудь розетке в доме. То есть там еще используешь специальный сплитер там в доме и подключаешь в розетку в доме на конкретный выход там. И у тебя идет через этот кабель, через эту розетку, помимо сигнала ты еще даешь по этому же кабелю, по медному, по КАКСу, ты даешь еще сюда пауэр. Либо если... Также можно использовать бустера. Если у тебя гиблый сигнал, можно использовать бустер, который повышает сигнал. Но, опять же, нам здесь сейчас ничего не дают. Это все, что у меня пооставалось запаса. Если у кого нет, то я не знаю, как они работают. Здесь в Миннесоте это надо редко, но иногда надо. Есть еще вот такие фильтры старые. Оно вроде бы с ними не фейлит. Но я предпочитаю их убирать. То есть это был гранд-блок. Сразу идет с каким-то непонятным фильтром. Теперь это выглядит вот так. И вот что я снял. Кабель идет по наружке. Один. Заходит в бейсмент. Идем смотреть в бейсмент. Внутри дома все попорезано. Люди только заехали. Сейчас будем сверлить дырку в ливен рум. В бейсмент. Из бейсмента загонять прямой кабель как это по-русски? В зал. В зал. В зал. Попал в перемычку. Поэтому долго так было. Видишь? Хорошо, что не в эту еще. Обычно надо брать по наклонам. Я взял ровно. Поэтому попали. Сейчас введем кабель вон туда. Как-нибудь там дын-дын-дын. Зацеплял и все. Вот тут система вентиляции. На эти опоры. Кинул и все. Тут видишь прачечная. И там какая-то барная стойка планировалась. Бильярдик. Теннис. Вот такое сверло использую. Уже год ему. Уже что только не сверлил. Ну, понятно, что здорово можно и хуй сломать. У меня год. Такое сверло продается в Волмарте. Не помню сколько. В Волмарте. В Хомгипо. Не помню сколько оно стоит. Долларов 15 что ли. За два с половиной года у меня это, по-моему, третье сверло. Ну, соответственно, его используешь для дерева и пластика. Если с дуром откнешься куда-нибудь в сталь или в бетон. И не поймешь этого, начнешь бурить. Оно, конечно, полетит. Ну, опять же, за два с половиной года третье сверло. Сверлю не то, что там без остановки, правильно? Там никогда-никогда. Бывает такое, что могу неделю ничего не сверлить. Бывает такое, что просверлил. Вот в таком режиме уже год этому сверлу. Ну, и опять же, не будем забывать еще про качество, да, которое в Америке. Не будем забывать, что даже то, что сделано в Китае, это не то же самое, что в других странах. То есть, в Штатах идет из Китая наивысшего качества. Я уже как-то говорил, что у меня знакомый работал в Китае именно по инструменту. И в Китае, как он мне рассказывал, 8 степеней качества. То есть, лежат вот так вот одинаковые отвертки, 8 штук. Они с виду одинаковые. Но только вот это стоит 50 центов, а вот это вот стоит 5 долларов. Понимаешь? За 5 долларов идет в Америку, там куда-нибудь, в Англию. За 50 центов идет куда-нибудь. Ну и, соответственно, есть там средние какие-то отвертки. Тоже там качество плюс-минус. Поэтому сверло год здесь, в Штатах, это неудивительно. Как вы сами видите, вот я на сегодняшний момент сделал, ну там какие-то работы я не снимал. Там, грубо говоря, сейчас час дня, я сделал там уже что ли 5 работ. И из этих 5 работ только одна работа была, где люди живут и просто переключаются с Директ-ТВ на Xfinity, на Компест. Из 5-4 это люди, которые только переехали. То есть, вот я пришел, участвую на этот адрес последний. Люди конкретно только заносят вещи. И все работы, основная масса, 90% работы, это то, что люди только заехали. Соответственно, сами понимаете, что расчет на кабельном, это только на движение людей. Если люди перестают двигаться, или ты остаешься на одном месте, а люди все уехали, понимаешь, по сезону, то, соответственно, у тебя работы нету. Поэтому должна быть нормальная экономика, чтобы люди двигались, да, из Штата в Штат, из дома в дом. И плюс еще... Это самое... Короче, сбился. Короче, у меня поднял. Смотри, справа кафе, блайк, видишь? И во время протестов дописали Life's Matter. Я это заметил еще... Я здесь был на третий день после протестов. И прикололся, потому что... Ну, буквально в первые два дня протестов это сделали. То есть какой-то кафе там или бар, я не знаю, что там. Название Black. А, то, что забыл сказать, это... Либо если ты не двигаешься за людьми по сезонам, то, опять же... Короче, подразумевается, опять же, повторяюсь, в каком-то видео говорил, что кабельщик это индейец, который должен следовать за стадом бизона. Только тогда он будет сытый и выживет. Если бизоны ушли, а кабельщик остался, то будет тяжело выживать. Можно вообще умереть с голоду. Смотри, еще засада какая. То есть, хаусбаксов, да? И берут, ставят секретку, типа обычный фитинг. Это по старинке так делали, я не знаю, или сейчас кто-то делает. У меня есть вот такой ключ. Который ты вставляешь и выкручиваешь. Мне этот ключ достался давно. Я не знаю, как пацаны... Может быть, у них тоже у всех есть ключи? Или как они выкручиваются с этой ситуацией? Я не знаю. Нахрена вы пора на эту фигню вкручиваете? Непонятно. Вот, видишь? И тут старое говно. Сейчас будем разбираться чуть-чего. На других провайдерах фитинги без резинки. Видишь? На спектрами в Далласе так же. И там выдают резинку такую. Резинка не на фитинге, а вот так вот. То есть, одел и вкрутил. В бейсмар заходят два кабеля. Сейчас определяем, какой из них. Поближе ключ этот выглядит вот так. То есть, он, видишь, чисто под фитинг. У него нет никакой маркировки. То есть, на нем ничего не написано. И так как мы контрактор, то ты должен сам его покупать. То есть, его надо найти где-то на Амазоне. Будет стоить долларов, там, не знаю, 15, 10, 20. Без него, наверное, можно. Но вот в данный момент, что надо было сделать? То есть, туда надо было как-то залезть и открутить фитинг. Как? Тебе надо будет только разламывать в хлам коробку. Наверное, так. Или можно как-то подцеплять какими-нибудь плоскогубцами. Но это друг, это будет дрочилово. Плюс второй момент. Этот ключ часто спасает. Если тебе, где много уже подключений, много кабелей, где-нибудь там в апартах, и какой-нибудь кабель твой, тебе надо выкрутить. И ты не подлезешь, кроме как вот этим ключом. То есть, одеваешь кабель на него. Да? Вот так вот. Вот, и одел на него. Хоп. И у тебя удлинитель. Ты залазишь, куда тебе надо, и закручиваешь, и откручиваешь. Иной раз бывает такое, что ты можешь, конечно, выпутаться ситуацией, поотключав вокруг там 2-3 кабеля, то есть, грубо говоря, 2-3 квартиры, отключить, выкрутить или вкрутить свой, и потом вкрутить все это обратно. Но ты понимаешь, да, насколько это ты теряешь времени, и сколько ты времени дрочишься. Вот это. И плюс еще, показал амплифайер, вот показываю бустер. Бустера бывают на 1, а вот на 2, на 3, на 4. Бустера такие я видел. Не, на 4 вру. Это уже идет как амплифайер. Он такого же вида, но на 4. Там уже как амплифайер. То есть, он оставляет. А этот именно буст делает. Он дает сигнал плюс 11 дБ. То есть, если у тебя, грубо говоря, линия какая-нибудь слабая, там, минус 15, ты можешь бустнуть на минус 4, и у тебя будет нормально. Но бустер тоже своеобразная штука. Они могут, через какое-то время он может сжечь модем, там, еще что-нибудь. Но у тебя это не касается. То есть, на нормальных маркетах их уже не используют. В Аризоне, например, там сигнал гиблый, везде выдавали. И второй момент, что, ну, такая же фигня здесь. То есть, вот он, на этом конкретно бустере, пауэр вот здесь. Но если у тебя нету в том месте, опять же, аутлета, есть, вот он, ремоут пауэр. Точно так же. Где-то какой-то из розетки питаешь сюда, даешь пауэр. Вот такие дела. Их не дают, но вот я, при возможности, где-то снимаешь, складируешь. Либо с Аризоны у меня еще пооставалось там что-то. Короче, как-то выпутываемся. Кто-то просил показать, как я лестницу креплю. То есть, на вот этих стойках у меня вот такие штуки. В Home Depot покупаешь такие штуки. Стрэпы называются. И в эту стрэпу запускаешь. То есть, вот она работает вот так. Ты запускаешь туда один конец. То есть, я перекинул через лестницу, запустил один конец сюда. И потом вот таким образом затягиваешь. И все. Точно так же снять раз, расслабил и выдернул. Все так закреплено. Прикол, навигационная система Waze. В Америке, ну, как бы пользуется не только Google Maps, но еще и Waze. Он прикольный тем, что озвучивает там всякие полицейские на дороге, там еще что-то аварии. И вышло какое-то обновление. Теперь у меня машина Бэтмена, видишь? И голос будет Бэтмена говорить, куда ехать, чего. И люди на карте, которые видят... То есть, в этой программе ты можешь видеть другие машины. И также писать им диалоги какие-то. Ну, если тебе нужна помощь или еще что-то. А теперь мой значок на карте Бэтмен. Ничто не предсказывало беду. Но последняя работа Жорана закончилась вот так. Full install. С дырками в домах, со всей фигней. Ну, ничего нормального. Короче, сегодня был нормальный хлебный день. Мало-мало поработали. Закрыл сегодня 10 работ. Были install, triple, double. Пошли потихонечку. Студенты понаехали. Falsiki, 5-е, 10-е. Сегодня был неплохой день. 511 долларов с копейками. Ну, или с центами. Это кто-то спрашивал, сколько я зарабатываю за день в рублях. Ну, вот сегодня 511 долларов. Но это не всегда так. В среднем 250-300 американских рублей. Короче, ладно, что, поработали. Пора отдыхать. Правильно? Пойдем кушать, купаться и кайфовать. Всех благ.